Продолжаем выпуск. Казахстанские рестораторы выступают против введения запрета на курение в общественных местах. Они утверждают, что эта мера приведет к росту безработицы, коррупции и уменьшению поступления налогов. Как мы уже сообщали, антитабачная коалиция выступила с инициативой запретить курение даже в специально оборудованных местах общественного пользования. Казахстанские предприниматели считают, что полный запрет на курение в общественных местах ударит по их бизнесу. И просят депутатов Мажелиса отвергнуть эту инициативу антитабачной коалиции Казахстана. Поправка может войти в обновленный кодекс о здоровье народа и системы здравоохранения, который сейчас рассматривается в Нижней Палате парламента. В каждом заведении работает в среднем около 100 человек. У этих 100 человек, естественно, есть серия, которую им надо кормить как-то. Безусловно, в случае подобного запрета отрасль потеряет, как мы прогнозируем, порядка 70% прибыли. Многие заведения просто будут вынуждены закрыться. Эти драконовские методы, я думаю, ни к чему хорошему не приведут. Изрядно портит рестораторам жизнь проверки со стороны антитабачной коалиции и исполнительных органов, которые, кстати, сами предприниматели считают незаконными, так как они проводятся наперекор введенному главой государства мораторию на проверки малого и среднего бизнеса. Практически каждый антитабачный рейд выявляет массу нарушений, так как единых четких требований к местам для курения кодексами не предусмотрено. Нужны нормы, нужны требования, которые будут четко сформулированы и позволят нам соблюдать закон, потому что нам хотелось бы работать и чувствовать себя законопослушными, чувствовать себя просто правомерными на рынке в этой индустрии, продолжать ее дальше развивать. Между тем, пока чиновники решают, запретить ли курение в общественных местах, неучтенным остается мнение самих курильщиков, а это около 4 миллионов человек с собственными возможностями и потребностями. Антон Киселев, Информбюро, 31 канал.